Людмила Кузьменко вместе с папой Антоном принимала участие в конкурсе «Красный, жёлтый, зелёный» первый раз. Из подручных материалов они сделали светофор, в котором при включении в розетку начинают переключаться цвета. Идея была мамина, реализация наша с дочкой. Из того, что было, так говорится, слепили. Люда помогала мне и паяла даже сама где-то что-то подержать, где-то кнопочки вставить. За свою работу Людмила получила диплом первой степени в номинации «Техническое творчество». Девочка призналась, что участие в конкурсе «Красный, жёлтый, зелёный» помогло ей лучше усвоить правила дорожного движения. Я знаю то, что надо всегда смотреть по сторонам и переходить на зелёный свет. Конкурс «Красный, жёлтый, зелёный» традиционно организован при поддержке Департамента по делам молодежи и спорта, Департамента образования и отдела ГИБДД Сарова. Все конкурсы, которые связаны с обеспечением безопасности здорового движения, они в первую очередь очень нужны для того, чтобы привлечь внимание детей, внимание родителей, педагогов к теме обеспечения безопасности здорового движения, к детскому трассному травматизму. Традиционно работы участников конкурса можно посмотреть на выставке. Она будет работать в течение месяца в Клубе здоровья по адресу Силкина 10-1. Любое дошкольное учреждение, любая школа, любой класс может посетить выставку, посмотреть представленные работы, познакомиться с работами-победителями, ну и впоследствии, может быть, для себя сделать какие-то выводы. Всего на конкурс поступило более 150 рисунков, макетов, моделей, панно и аппликаций. Авторы 20 лучших работ получили дипломы и памятные призы. Екатерина Пёнова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.